Продолжаем в рамках программы «Утреннего фреша» рубрику «Поговорим о здоровье». И сегодня у нас в гостях врач Ярославского областного центра медицинской профилактики Татьяна Аркадьевна Селезнева. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Татьяна Аркадьевна. Вопрос следующий. Больше всех, наверное, в здоровье людей заботит питание. Неужели сложно какие-то выработать принципы, по которым человек вот взял и похудел? Действительно, от питания зависит больше 50% физического здоровья. Как говорят врачи, если у вас есть проблемы со здоровьем, первое, что должны вы изменить, это свой образ жизни и, в частности, питание. Действительно, наше население, к сожалению, совершает множество привычных ошибок, которые приводят к так называемым алиментарно зависимым заболеваниям. То есть это заболевания, которые напрямую связаны с неправильным питанием. Это и ожирение, и сахарный диабет второго типа, и это очень многие сердечно-сосудистые заболевания, связанные с процессом атеросклероза и гипертония, и хронические заболевания, например, желудочно-кишечного травта, желудочно-каменная болезнь, например, хронический панкреатит и так далее, и так далее. Большой спектр? Огромный спектр. Даже онкология, даже риск развития, вот, например, рака толстого кишечника, он напрямую связан с недостатком растительной клетчатки. Специалисты доказали, что население России независимо от района проживания, там, север, юг, запад, восток, все просто переедают. Переедают, то есть едят много. Ну, первое, едят много, слишком много, столько не тратят, переедают. Потом, слишком много употребляют сладостей, да, кондитерских изделий, изделий из белого хлеба, слишком много соли, слишком много насыщенных жиров животного происхождения. И мало очень растительной клетчатки, то есть овощей, фруктов, почему-то не любят наши люди пить чистую воду. Люди не допивают, скажем так, воды чистой. И, конечно, не соблюдают режим питания, то есть у большинства людей питание в течение дня хаотичное, а вечером, как правило, релакс. Набивать свое тело бедное, да, потом и нарушение сна, и утром встаем, естественно, завтракать не хочется. Если человек соблюдает вот эти основные принципы, то есть некий алгоритм, у него не будет проблем со здоровьем. Но первый принцип, вы уже поняли, не надо переедать. Мы едим для того, чтобы жить, а не наоборот. Если вы едите больше, чем расходуете, естественно, вы будете поправляться и наедать ложкой себе очень большие проблемы в виде ожирения, там, сахарного диабета второго типа и так далее, и так далее. Дальше, второй принцип. Наше питание должно поставлять нам не только энергию, но и строительные материалы. То есть это пищевые вещества, жиры, белки, углеводы. Для нас важны витамины, макро-микроэлементы, те же пищевые волокна для нас очень важны. Поэтому наше питание должно быть полноценным и сбалансированным. Чего обычно не хватает в рацион? 400-500 граммов овощей и фруктов в день обязательно. На человека? Два фрукта в день вы должны съедать каких-то, да, обязательно. Какой-то салатик. Свежий, свежий. Да, да, да. Какой-то салатик в сыром виде, да, любые. Как просто морковь. И обязательно какие-то овощные гарниры к мясным блюдам. Это очень важно. То есть, например, борщ сварите себе густой, но не добавляйте туда картофель. Сделайте гарнир, например, к рыбе, если у вас ужин, например, кусок рыбы, сделайте капусту брокколи, цветную капусту, стручковую фасону. Потому что как раз овощи и фрукты, особенно в сыром виде, они являются поставщиками витаминов, минералов, пищевых волокон. Это так называемые длинные углеводы, которые дают нам хорошую сытость, и при этом мы от этого не поправляемся. У нас тотальный всесезонный полигиповитаминоз. Как раз вот сдвиг рациона вот в эту сторону, да, 400-500 граммов овощей и фруктов каждый день. Поможет вам ликвидировать вот этот недостаток питания. И витамины пить не надо? Вы знаете, я всё-таки за витамины, потому что мы жители северных широт, и у нас, к сожалению, даже если мы используем какие-то фрукты, овощи, всё равно они не поставляют нам достаточного количества. Ну, в частности, например, доказано, что у нас у всех дефицит витамина С. Если каждый день нам не поступает достаточного количества, у нас слабеет иммунитет, у нас хрупкая сосудистая стенка становится, ну, масса проблем, потому что витамин С везде участвует во всех видах обмен веществ. У нас катастрофическая ситуация с витамином Д. Это солнечный миксир, который вырабатывается у нас в коже только под воздействием ультрафиолета. Да, он способен создавать некое депо. То есть если, например, вы там в июле-августе съездили на юг, позагорали, вы немножко витамина Д позапасли, но смотрите, прошёл сентябрь, прошёл октябрь, всё, в ноябре уже. Снова езжайте в отпуск. Или езжайте на югах, где-то загорайте, или принимайте витамин Д. Я могу, наверное, подытожить. Первое. На диетах сидеть не надо. Нужно просто правильно распределять в течение дня свою, скажем так, пищевую нагрузку, не переедать вечером и добирать утром тоже есть. Сам, да, обид, расселез, дрогать можно. Ужин отдай врагу. Ну так чуть-чуть себе оставить. Тёщу, например, можно отдать. Обязательно употреблять витамин С для наших широт и не забывать отдыхать под солнышком. О вопросах здоровья мы сегодня беседовали с Татьяной Аркадьевной Селезнёвой, врачом Ярославского областного центра медицинской профилактики. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.